так сегодня у нас выходной у нас опять культурная программа сегодня весьма обширная ну начнем мы с места которое называется абрик дорога от нашей квартиры до аврига составляла около 70 километров поэтому выехали мы пораньше дорога проходила через поздний парк тот самый который нам очень понравился в марке но за два месяца парк преобразился он раньше был красивый но сейчас он был просто восхитительным зеленые горы на фоне реки создавали впечатление альпийских пейзажей мы даже несколько раз останавливать для того чтобы просто снять вот такие вот виды и так мы приехали в аврик как бы это не то что наша крайняя . это мы проездом решили заехать тут французский замок но я так понимаю что весь французский замок это вот за мной и какой-то красивый сад так что это называется это вот друг кентал он кстати об этом написано вот для ли тут сделали даже красную дорожку на картах это место обозначено как историческое но на деле оказалось что это просто пар для фотосессии и проведения банкетов ну что я могу сказать вот сзади ресторан территория сделана конечно симпатично столики ручеек течет гуси зайцы сильные столики вот это даже не знаю что наверное какие-то лимонады настаивается следующим местом которое мы планировали посетить была оленья ферма она находится в 10 километрах от обрида в общем как говорят мне многие как у тебя все хорошо ты организовываешь все так удачно везде попадаешь так вот и на старуху найдется проруха приехал я на ферму оленью и увидел вот это что именно на вот этих выходных которых я приехал она не работает и написали ждем вас на следующих выходных вот так вот ну оленей нет это конечно плохо но горы и лес есть это конечно хорошо чем мы воспользовались и погуляли это место сильно отличалась от те гор что мы видели ранее а в этом месте я практически услышал мычание швейцарской коровы милка пока мы поднимались в гору мы видели много групп людей которые располагались на берегу речки и жарили мясо в украине жарят мясо в каждом дворе и в каждом стыке а в румынии это было первое место где я увидел румын с мангалом нагулявшись мы поехали в следующую точку нашего маршрута так мы приехали в новое место это прям такие скажу румынский эксклюзивчик называется это долина фей такой себе тематический парк с отелем мы заходим вот виктория которая говорила мне об этом парке еще когда мы дома были три месяца назад вот мы попали под парк стоил недорого 20 лей на взрослого человека и 10 лей на ребенок но моим главным расстройством в этом парке оказалось то что здесь нельзя снимать с квадрокоптера прям хоббитание какая-то так и вот в этот большой домик даже можно войти виктория тоже готовит телефон все в instagram в общем это не вход в дом это вход на болт выход на болтком находясь здесь мы поняли что парк оказался не парком отельным комплексом стилизованным под парк и стою сейчас я в отеле а вот сейчас смотрю я на ресторан ни один домик пока еще не сдан в эксплуатацию поэтому войти внутрь и посмотреть интерьер у нас не получилось и вот даже вот в таком вот месте вот эксклюзивные туалеты данное место имеет свою сказочную историю которой она написана на трех больших инсталляциях в виде листа пергамента но я не читал и не вникал фастфуд в парке виктория блеснула английским заказала нам беды сегодня организатор нашего банкета виктория организовала нам кроме еды да но кроме еды организовала нас место на пенечках и в тенечке вот так вот так вот организатор банкета решал нам еды весь этот нехитрый обед на всех вышел в 68 лей что я считаю недорого для такого слишком туристического места тут же через дорогу от долины фей находится еще один комплекс называется он что-то вроде сладкого королевства но туда мы уже не заходили в третьей части нашего сериала мы посещали уже трансфагараж но теперь мы туда заезжаем с другой стороны и хоть прошло два месяца вот эти знаки справа означает что до сих пор дорога закрыта и в этот раз мы даже смогли доехать до ее физического завершения кому было интересно как выглядит запрещенный въезд на трансгараж вот так дорога просто завалена сваями но рядом с тупиком есть вот такое вот место очень напоминающие наши украинский карпат такие же домики с продажей всяческих сувениров но здесь мы не за сувенирами а идем вот этот отель слева потому что здесь есть очень интересный аттракцион и так здесь вот кабинка которая принесет нас из весны в зиму последний момент оказалось что мы забыли свои кофты в машине мне пришлось как сайгаку бегать но зато мы теперь упакованы вот кстати наш транспорт подходит сразу начну с плохого потому что все остальное здесь хорошее плохое здесь это цена цена на взрослого на подъем и опуск 16 евро на ребенка 8 евро ну и дальше как я и обещал только хорошее в общем кто не видел третью серию нашего сериала напоминаю что транспорт гараж это дорога которая считается одной из самых красивых и самых опасных в мире за счет своих серпантинов и в данный момент эта дорога перекрытая для того чтобы увидеть всю эту красоту вам и нужно подняться на вот этой вот телекабине и хоть сами кабины сейчас обновленные румынов эта дорога канатная возит 1976 года длина ее составляет 3687 метров везет она одновременно 15 человек и едет со скоростью около 20 километров в час ну и как вы видите с набором высоты появляется снег а вот и дикие серпантины транспорт гаража которые так любят водители которые считают что достигли цена в водительском мастерстве снег конечно смазывает картинку но вот так выглядит это шоссе в этой же точке только не снизу вверх а сверху вниз и здесь мы нашли второй фактический конец этой дороги и сразу поняли почему эта дорога закрыта до июля сейчас 14 мая и тут еще метр снега при том что чистят его техника если бы он таял там дорога наверное открывалась бы концу августа через 15 минут езды мы подъехали к конечной станции вот такой вот вид наверху но правильные люди и я хочу с лыжами конечно никаких лыжных подъемников здесь нет но 14 мая выбирать не приходится есть смехи на том спасибо так а вот специальный человек собирает деньги на выезде и это не кадры с нашего зимнего путешествия в румынии это 14 мая вот такая вот погода сегодня я в босоножках в общем что здесь делать в сандалях шортах мы не знали поэтому если пройтись чуть-чуть в горку посмотреть на виды озеро болея которое я надеялся увидеть вроде как замерз слава румынским богам полеты на квадрокоптере тут разрешены вот кстати станция высадки а вот и озеро болея здание сзади это отель который работает круглый год все время пока я находился здесь у меня волосы на ногах дыбом стояли и не только от холода но и от красоты вокруг само озеро болея ледникового происхождения а кто попал сюда в или в августе увидит вот такую вот прекрасную картину но как говорил леонид хравчук моему шо моему данная местность является одной из самых любимых румынами для отдыха выходного дня такой плотности отелей как здесь я видел наверное только прошу ну и конечно же работает это только тогда когда дорога открыта официально она открыта с 1 июля до 1 октября а зимой здесь работает только два отеля метеослужба и станция спасения так а теперь мы пойдем вот у стекляшку наверху понять я не имею что это ну попробуем сходить так как раньше ей не имел опыта хождения в сандалиях по снегу сейчас могу сказать удовольствие от этого никакого ноги аж пикут в будку я таки не пошел потому что ноги у меня и так уже почти отпадали от холода там снег был глубокий и плюс пришел ребенок и сказал вход 5 лей просто за то чтобы посмотреть на дорогу вниз а здесь видно высоту на которой мы сейчас находимся а вот как бы меню одного из вот этих отелей которые мы только что видели с дрона значит тут предлагают покушать то есть я вижу здесь суп карнати декаса но что-то мясное видать не знаю салата куриное что-то там написано и клатита клатита это блины с джемом вот 50 лей с человек ну как бы для того чтобы такой зотики поесть вроде как и недорого а вот здесь есть радостник показывает 16 градусов тепла еще немножко померзнув мы поехали вниз дядька на велосипеде едет сейчас да это вот тупик вот тупик под нами прямо его чистят да спускаясь мы даже видели стаю оленей но я их не снимал так как они были далеко а здесь я нашел своего фаворита среди румынских водопадов конце дня очень уставшие мы ехали домой по дороге нашли вот эту прекрасную вывеску румынские деньги казалось бы что может быть интересного но во первых все они имеют вот такие вот прозрачные части с рисунками здесь вот но то здесь вот улыбающийся мужик или маска в общем это интересно второе они сделаны и напечатаны не на бумаге а на пластике их можно стирать помкать я не знаю вот кстати мы кидаем 1 и деньга класс вот так вот прозрачные элементы вот сейчас покажу вам на фоне окна доброго все утра сейчас тем утра вопрос с хигали всем утра я лажу по улице ответ я практически рабочий человек меня хозяин сегодня позвал работать на стройку на его основное место работы я вчера был мы пару часов поработали попробовали сегодня вышел на целый день мы будем смотреть вот наш профиль работы это новострой новая пристройка я буду помогать большому специалисту накидывать шпаклевку на стену он будет размазывать вот мой инструмент на сегодняшний день это мой босс я взял с собой бутерброды для того чтобы победный чупрян сказал что это все фигня и сказал поехали я покормлю в модное место и повез меня на загородный оптовый рынок ну и по старой румынской традиции барбекю готовят только женщины за один час до окончания рабочей смены я извинился сказал что умираю от усталости и уйду умирать другую комнату чипрян заменил меня на шпаклевки я конечно не профессиональный строитель но в украине метода нанесения шпаклевки кучерявым валиком я не видел сегодня продолжается так сказать рабочие каникулы украинцы в румынии сегодня мы на новом объекте мы с нашим чипрянам будем делать фальшпол на террасе тут задача была следующий у человека из-за кривого пола постоянно стояли лужи на террасе и надо было сделать фальшивый пол я здесь делал первый этап покрывал террасу водостойкой краской для бассейна ну в общем что могу сказать я поработал с румынами не еду на стройке был помощником ступатура так сказать это все совершенно не так как у нас как бы основные мысли они работают как робот пришли в 8 утра вышли и ушли в 12 часов дня то есть в это время не перекурок ни чайом не просто постоять смотреть в окно даже если я как помощник шпаклевщика шпаклевщика калачу смесь он этот момент может вообще стоять смотреть в окно но в этот момент он либо зачищает либо идет за водой либо подносит материал то есть нет понимания такого что я ничего не делаю то есть первый день я даже до конца дня не мог досидеть 5 кончается рабочий день в 4 я чувствовал себя как мертвец у меня руки висели ну вот так вот это в принципе и самое главное что здесь это никто особо не контролирует то есть босс так сказать он занимается своими делами либо ездит где-то либо ходит мы работаем и никто не думает о том что надо сочковать это как-то так очень интересно ну как для меня я работал у нас в украине на многих производства и в принципе нигде такого отношения к работе я не видел хотя да хозяин сказал что есть в принципе и люди которые работают так как я но есть еще хуже чем здесь то есть стройка там где непосредственно строят стены и льют рабочий день начинается всем и заканчивается 6 вечера то есть говорит и людям но не дают особо сидеть то есть стоит человек который видит всю стройку и контролирует за три с половиной дня мы полностью пошпаклевали 4 квартиры и тут я понял насколько тяжела работа у чиприана и хотя он владелец строительной компании в свободное от организаторской работы время он стоит так же само как все рабочие и занимается укладкой гипсокартона итак сегодня пятница и в завершении трудовой недели из приятного у меня подарок чиприана теодора подарили мне кроссовки и это не просто кроссовки это пума x-ray 2 так что это вам не это очень блатные я три месяца пускал на них слюни но для меня это дорого поэтому вот все что правовое мир 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 Survivor мир